Привет всем, с вами Максон. Это предпоследняя игра первого круга, скажем так, сразу глобальная, не будем говорить о том, что это предпоследняя игра седьмого тура. В общем, встречаются Сток Сити и Арсенал, и каждая из команд решает для себя свои собственные задачи. Напомню, за Сток Сити играет Егор Шишков, за Арсенал Никита Олбов. Ну, каждый, наверное, из вас может помнить, какие цели преследует каждая из команд, но я на всякий случай напомню. Арсенал находится на второй строчке в чемпионате, и ему нужно укреплять свою позицию, потому что преследующий его мидлсбору, моя команда, всего лишь отстает на одну очко. Ну, я пока единственный ближайший преследователь, который может опередить Арсенал. Что касается Сток Сити, то здесь уже чуть пониже строчки, седьмое предпоследнее место, и там тоже борьба очень упорная, нужно выходить куда-то вырываться вверх. Причем, даже если Сток Сити побеждает сегодня в этом матче, то может даже встать на четвертую строчку в чемпионате. Вот такие вот расклады. Ну, там, конечно, еще будет один сыгран матч, но, в общем, у каждого есть своя задача, которую нужно решать. Конечно, поувереннее себя должен чувствовать вообще Арсенал здесь, но, опять же, повторюсь, что когда люди играли эти матчи, они вообще не имели представления, на каком месте они там вообще находятся, и как у них все будет складываться. Ну, пока что вот такие вот расклады. Посмотрим, чисто интересно. Мне, как играющему за Мидлсбору в любом случае, хотелось бы победу Сток Сити, ну, а даже, как, наверное, болельщику тоже. Ух ты как! Обыграл удар на это выше ворот. По-моему, это был... Сейчас скажу, кто. Это был Джо Аленда. В общем, не знаю, с точки зрения турнирности тоже, наверное, хотелось бы, чтобы выиграл Сток, потому что вверху тогда плотность по очкам еще станет ближе, и тогда вообще будет, капец, как непредсказуемо. И борьба за четвертую строчку... в борьбу даже за четвертую строчку чемпионата впишется и встанет клином, скажем так, еще одна команда, это будет Сток Сити. Но для этого нужно будет постараться в этом самом матче против Арсенала. Арсенал в атаке имеет очень опасный момент, череда отскоков, и мяч все-таки оказывается в воротах Сток Сити, но там был офсайт. Да? Да, там было положение мне игры, Алексей Санчев все равно начал радоваться. Но действительно, я сначала подумал, что было офсайт, потом смотрю, как-то спокойно играет, и рефери как-то не вдупляет, и думал, блин, что, в натуре 1-0. Потом посмотрел на верхнего арбитра и увидел, что он поднял флажок вверх. Поэтому по-прежнему счет у нас 0-0, 15 минут матч прошло. По игре пока сложно что-то сказать, но опасный момент, и даже гол был в исполнении Арсенала. У Столка, походу, только был удар выше ворот. Но все так начинается, еще куча-куча всего впереди. Даже не знаешь, чего, по сути, ожидать от этих матчей. Могут некоторые люди стрельнуть и выиграть у тех, кто находится в топе. Бывает такое, у нас уже было подобное. Либо урвать очки, сыграть в нищу, там, и так далее. Но это удалось всем сделать, кроме команды Тоттенхэма. Тоттенхэм не победим у нас в первом круге. Что же будет во втором, посмотрим. Могу сказать лишь одно, что... Ну, интрига там должна быть хоть какая-то. Что-то замешкался Арсенал. Выбил. Уолкот за пределы. Ваут, мяч, не знаю почему. Ну да ладно. Санчес. Алексис Санчес забирает мяч в центре поля. И из глубины начинается атака Арсенала. Тео Уолкот. Отобрали у него мяч. Так, Питерс отлично как поработал. Нужно отдавать куда-то своим. Но зажимается в угол. Но, однако, свободные зоны остаются. Как разыгрывает. Ах! Снимает с мяч с ноги у Имбулы. И не удалось ему пробить в сторону ворот Арсенала. А так было опасно. Отлично даже разыграно. Удивляет меня пока что некоторыми комбинациями. Сток Сити. В частности, Егор Шишков, играющий на этой команде. Не получилось пройти в центре поля Арсенала. Но мяч все равно у столка. Джака. По бровочке тут пытался пройти. Шакири его тут прессанул. Джака. Монреаль. Можно отдать сквозную передачу. Да, Уэлбек. И Шоу Кросс тут срабатывает отлично. Глайн Джонсон. Передача на Шакири. Шакири как отлично расправляется с Монреалем. Свободные фланги есть. Смотрите, как он бежит. Как он просто шпарит. Ой, какая обводочка. Шакири. Я их постоянно по-разному называю. Джо Ален. Передача туда выше. Арнаутович обратно уже не на кого. Хорошо комбинирует Сток Сити. Мне нравится. Но в концовочке небольшая такая нервозная скипиш происходит. И не удается довести до 100% эти моменты. Полумоменты. Но распасовывает отлично. Мне прям очень нравится, как действует Сток Сити сегодня впереди. Еще чуть-чуть доработать. Все будет просто идеально. Будут забиты мячи и так далее. Глайн Джонсон. Монреаль здесь поборолся. В основном у нас атаки идут правым флангом Сток Сити и левым арсеналом. Как-то дальним флангом особо не атакуется. Ну, я, кстати, часто тоже задумывался, что я реально ближе вот этим флангом атакую. Допустим, если в левую сторону, да, то левым даунингом бегаю. Если наоборот, то Адамой. Как-то ближе к экрану, ближе все видно и понятно. Не знаю, почему так. Ну, это такое мелочи, мне кажется. Хорошо сработано на защите. По-моему, это был Глайн Джонсон. Вот он подключается уже к атаке. Шакири. Все-таки Шакири правильно говорить. А я вот у Шакири, то Шакири. Ну, ладно. Думаю, вы меня простите. Глайн Джонсон. Потерял мяч в Мустафе. Азил. Азил обратно туда, там в Элбек. Преследует его Глайн Джонсон. Остановился по Финтил, Месут Азил. Алексис Санчес. Очередной... Точнее, не очередной, главный бомбардир. Бомбардир Арсенала. Мне кажется, Санчес больше всего забивает в команде Никиты Колобова. Ой-ой-ой, какой хороший пас мог пройти. Но там было положение вне игры. В очередной раз залез туда Санчес. Скоро уже вот-вот последняя 10 минутка этой встречи. Вот тут видно по передачам. Даню Уэлбек 100% и Шакири 90% в передач. Но это могла быть одна передача. Какая-то Уэлбека и поэтому 100%. Так, Джо Аллен. Уже на левом фланге атаки. Удар выше ворот. Юркий маленький Джо Аллен. Пробил по воротам, но, к сожалению, для Столка это не точно. Тел Уолкот обыграется с Азилом. Ой-ой-ой, за руку схватил. Схватили Уолкот, но мяч по-прежнему у Столка. Можно, можно в атаку. Ай-яй-яй, вот туда, дальше. Ага, отлично. Джо Аллен. Что придумает? Ну, что это, Нерок, что ли, был? Тогда желтую за симуляцию. Ну, непонятно. Мне показалось, что немножко корпусом сбил. То есть, причем, игрок Арсенала находился без контакта с мячом. А значит, что, по сути, нарушение правил. Ну, не знаю. Проход по флангу ударить не дает. Это очень важный момент, потому что я уже видел 1-0 в пользу Арсенала. Хорошо сыграл защитник. Вовремя оказался в нужном месте. Наверное, даже не так правильно сказать, а правильно сказать, что отработал свою позицию. Скорее всего, это был его игрок, за которым он должен был следить и опекать. Санчес снова стоит один на замахе. Ну, такой себе галешник. Алексис добился своего, но, честно говоря, это как-то нелепо получилось. Выбежал Эдриан или кто там на воротах Столка. Я постоянно путаю у Вестхэма, по-моему, Эдриан, да. А у Столка кто-то другой стоит. Блин, я постоянно что-то путаю. Ну, в общем, как-то тупо получилось. По сути, мяч должен был быть в руках вратаря. Да, но, к сожалению, для Столк-Сити это 0-1 для их команды. Санчес почувствовал уверенность, что ли, Никита Колобов, и это мимо. Но это будет угловой. Батленд, простите, да, Батленд на воротах у Столка. Как-то глупо, он выбежал тогда. И опрометчиво, что ли. Вроде сыграл мяч, а вроде там получилось так, что в руки он его не забрал. Случился отскок, естественно, на ногу игроку Арсенала, который, ну так, пропихнул мяч в сетку. Забавный был момент. Санчес просто ложился под эту прострельную передачу. Пытался замкнуть с собой. Тут в прямом смысле просто не ногой, там даже телом, я не знаю, чем головой. Лицом катившись по траве. Да ладно, 1-0 в пользу Арсенала после первого тайма. Абсолютное равенство, я считаю. 50 на 50 владение мячом. Чуть, да, виднеется больше остроты в атаках Арсенала. Прямо в штрафной распасовке такие, что мама не горюй. Но и Сток Сити держится очень даже круто. Мне нравится. Но, к сожалению, пропущенный мяч по какой-то глупости. Ну что ж, нужно тогда во втором тайме доказывать, что все это случайности и что ты можешь добиться большего. Главное не увлечься этим и не пропустить очередную плюшку. Шакири. Тащит с собой мяч по правому флангу. Отдавать-то не на кого, но вот можно назад. Джоалин. Решил пробить, но мне кажется, Чеха такими ударами не взять. Нужно что-то более грамотное придумывать. Так же, как делали распасовки по началу Егора, вот так же нужно и продолжать, только поострее передача в глубину штрафной соперника. И все, и тогда Арсенал будет нокаутирован. Мне кажется, можно действовать так. Свободная зона у Алексиса Санчеса. Удар, Батленд, молодец. Отработал хорошо. Там был уже такой последний опрометчивый подкат. Повезет, не повезет, но Батленд оказался в хорошей позиции. Ну что это такое? Если бы сейчас пропустили, стоуковцы, этот мяч, это было бы вдвойне глупо. Ну просто тупо какой-то отскок, непонятная разбериха среди защитников и дают бить. Шакири. Так, он уже утащил вон куда далеко мяч. Ну близко, никого нету. Просто прижимают его тут защитники. Соперника, подача. Кросс немножко не получился. Ну, на опережение сыграла защита Арсенала. Так, Рэмзи. Передача на Уэлбека. Уэлбек. Что придумает? Ничего. Потерял мяч. Адам играет с Аленом. Арнаутович. Редко сегодня слышим его фамилию. Что очень странно, потому что обычно у столка Арнаутович как-то фигурировал часто. Джо Ален, понятно. Джо Ален как распасовщик, видимо, очень часто мелькает. Впереди не было нарушения правил. Играем дальше. Дюф. На Алена. Обратно на Дюфа. Давай, давай, давай. Пропихивай мяч дальше. Го! Какой положил голешник. Какая баночка. Забирает мяч и, конечно же, бежать к центру поля. Хороший удар случился. И этот удар Дюфа приносит ничью на данный момент для Сток Сити. Ну вот, закономерно. Этот гол должен был случиться. И я считаю, что сейчас счет пока что по матчу. Ну а уж дальше, в оставшиеся 30 минут игрового времени, нужно кому-то увеличивать свое преимущество. Доказывая, что ничья их не устраивает. Тема интереснее будет посмотреть, потому что очень равные соперники. Ну, по крайней мере, сейчас я вижу это по игре. По турниру таблицы так, конечно, не скажешь. Но тем и интереснее наш турнир, что непонятно, кто кого сможет вообще одолеть. Арнолутович сбрасывает аут. Шоу-кросс. Обыгрывается обратно с Арнолутовичем на такой пас. Доходит все-таки до адресата. Шакири. Уже справа. Ну, в принципе, там и должен быть. Это что, удар был? Ну, такое. Таким ударом точно не взять Чеха. Чех, наверное, посмеялся. Типа, ты что, угораешь? Ты хотел меня забить вот этим? Ну, ладно. Арнолутович. Белерин у него забирает мяч. Тео Уолкот. Передача не проходит на своего... ...союзника, если это можно так сказать. Арнолутович. Пас на Адама. Адама. Ага. На Адама. Вот так. Правильно. Глэн Джонсон отдал, ну, такую себе в борьбу передачу на Шакири. И... Ну, нет, все-таки мяч у Столка. Ален. А почему туда? Почему не вниз? До сих пор опять туда дают. Какой настырный, а? Комментатор только что сказал битч, или мне отказалось. Ну, ладно. Тут по отборам видно, что... ...Джака. Отстает. На два отбора. Ну, что это за подкат? Куда вообще? Ну, конечно, такие... Да, так нужно наказывать. Безобразно сыгран в защите. Какой-то просто подкат за 3 километра, когда от тебя игрок... ...непонятно. Поторопился или что? Но это 2-1 для Арсенала. Все-таки в этом плане Арсенал на стырный получается у нас пока что. Ну, еще есть время. Еще есть 2 10-ти минуточки у Столка для того, чтобы опять сравнять счет в этой встрече. Постоянно в роли догоняющего у нас сегодня Столк. Во второй раз уже. Ну, а если Арсенал увеличивает свое преимущество, то это, наверное, Габелла, мне кажется. Что будет угловой. Задел защитник, выбил за лицевую линию. Батленд на выходе. Хорошо. Диуф подхватывает мяч. И можно что-то придумать самому, но преследует его Белерин. Ну, как преследует? Все, уже не преследует. Диуф! Я же встал со стула! Диуф! Диуф далеко отпустил от себя мяч. И момент wasted. Момент потрачен. И теперь уже в атаке Арсенал. Было очень опасно, и это нужно было забивать. Так хорошо, как оторвался от защитников. Диуф грамотно сыграл. Накрутив этих всех защитников. Ну, нужно делать какие-то перестановки. Вместо Азила у нас кто-то выйдет. Кассо Орла. Окслайд Чемберленд вместо Уолкота, наверное. Да? Нет, вместо Уэлбека. И меняет флангами Уолкота и Окслайда Чемберленда. Уолкота. Никита. Такие вот у него перестановки. Может быть, что-то и Столк придумает. Потому что, ну, какие-то замены наверняка нужны для того, чтобы освежить эту игру. Как тянет время, Чех. Потому что опасный момент у Столка возникает. И нет 100% уверенности в победе Арсенала. Еще все может случиться. Но, правда, если будет 3-1, как я уже сказал, то уже, наверное, интрига иссякнет. Но мне бы хотелось чего-нибудь типа 2-2. Ну, я уже вам говорил про свои разные причины. Ой-ой-ой, опять передача на Санчеса. Ну, хэтрик. Такие не берутся. Это, конечно, упущение, опять же, защитников. Смотрите, просто один стоит. Вот центральный только пытается под катом прерывать этот удар. Но, конечно же, это бесполезно. Но 3-1, и, наверное, это похороны для Столк-Сити в исполнении Санчеса. Просто в Солянова раскатывает сегодня он весь Столк-Сити. Ну, так, грубо говоря. Ладно, играет полузащитник очень хорошо. Отдают классные передачи на Алексиса Санчеса. Сантика Сорла. Ой, Сантика Сорла. А, да, его, наверное, так и зовут. Вот я что-то просто сказал как-то без обдумывания. И, ну, раз у меня, наверное, всплыло это имя, значит, я не просто так его придумал. Оксла Чемберлен. Пытается Питерс навязать ему борьбу. Борьбу. Я просто не туда уже посмотрел и начал наперед говорить про фамилию чью-то. Санчес. Удар, ну, тоже в защитника. Да, будет угловой удар. По ударам, смотрите, 10 в исполнении Арсенала. И всего лишь 5 в Столк-Сити. Батленд вышел далеко, но... Благо удар получился не сильный в его сторону. И получилось забрать мяч, прибрать к себе. Дюв снова пытается оторваться от преследующего его игрока. Но, к сожалению, одному не получается ничего тут придумать. Не уж Месси он. Поэтому приходится уже бежать назад. Козорла. Ну, написано S, значит, антикозорла. Наверное, я был прав. Джо Ален. Туда, на Шакири. Ну, хоть давай 3-2, чтобы для интриги. Эх, ну, так пробросами, конечно, не обыграть команду. Уже привыкнет, наверное, привык к этому Арсенал. Ой-ой-ой. Какие сложные передачи приходится, как играть. Тео Уолкот преследует Джонсона. Джонсон пробрасывает себе дальше на ход. Будет навес, но, опять же, не на кого. Эй! Эй, чё, не было фола? Ну, окей. Адам. Руки. Чеха. Всё спокойно уже, наверное, для Арсенала. И всё понятно для Сток Сити. Во-во-во-во. Отлично. Открывается С, Козорла. Снова бежит один. И, наверное, это будет четыре. Да. С, С, Козорла. Четыре-один. Но вот так вот кто-то перемотает. Да, наконец. О, четыре. Один тут, наверное, была изи-катка. Я бы так не сказал. Сток Сити держался молодцом. Но лучше в этой игре Арсенал. Хат-рик Санчеса, да ещё и вышедший на замену Козорла, сыграл своё. Вот кто знает. Вот если бы тогда Диуф забил, счёт стал бы 2-2, то игра бы пошла совсем по-другому. Но если бы ДКБ, то что-то там росли грибы. Ну что ж. Логичная, наверное, под конец матча победа Арсенала. Хотя Сток Сити, повторюсь, держался молодцом. Ну и получается у нас, что Арсенал набирает 17 очков по ходу турнира. Мне будет его догнать сложнее. Но мне главное находиться в четвёрке. Сток Сити, сыграв 8 игр, остаётся при своих 8 очках. И его догнать уже точно никто не сможет. То есть на седьмой строчке закончит у нас Сток первый круг. Остаётся у нас игра Саутгемптона и Суонси. Там уже будет тоже у каждого своя задача. Посмотрим, кто кого обыграет. И посмотрим в последнем матче первого круга на итоговую таблицу, как же всё было сыграно. Но я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok